здравствуйте мы сегодня будем продолжать четвертое задание егэ по русскому языку у нас сегодня практическая часть если мы с вами на том уроке на предыдущем уроке словник изучали подробно то начнем мы с разминки сегодня чтобы вдруг не вышел спор заключите договор и здесь очень часто я даю детям такой совет договор вор от слова на хороши и вблизи на окне жалюзи это такие запоминалки если уважаешь феклу посади на грядке свеклу если уважаешь свеклу позови на грядку феклу утекают чаевые словно воды грунтовые такой совет я ребята хочу вам дать первый совет пожалуйста проговаривайте правильный только вариант правильные правильное слово иначе если вдруг вы неправильный вариант скажете вы будете путаться поэтому проговаривайте только этот вариант на площадке хоровод чистить мусор провод не налезли шорты часто ели торты торт бант помните да чтобы скорее в библиотеке отыскать ты книгу смог в ней бывает картотека специальный каталог а у нашей марфы все в полоску шарфы шарфы банты торты запомните в бухгалтерии аврал завершается квартал если есть в тебе таланты завяжи на праздник банты тот из нас счастливее в ком душа красивее я ужасно утомленный брат не спит новорожденный и мы с вами переходим к нашей практике но перед практикой я еще второй совет хочу вам дать ребята словник пожалуйста все распечатайте повесьте на стену в виновитном месте перед сном читайте эти слова каждый раз чтобы не учить эти слова слов же много как вы видели поэтому нужно повторять перед сном каждый раз эти слова вслух проговаривайте только правильный вариант и так сформулировано наше задание вот так в одном из приведенных ниже слов допущена ошибка в постановке ударение неверно выделена буква обозначающая ударный гласный звук выпишите это слово и пять вариантов ответ нужно найти какой-то один неверный подумайте можете использовать правило орфоэпи либо у кого есть память можете вспомнить например вот здесь досуха на речи правильно на первом слоге начавший перед выше превращаем это причастие в инфинитив глагола начать верно а углубить какая часть речи это глагол если глагол то мы говорили на конце глаголов ставим ударение очень часто но есть и слова исключения их выучили вручит здесь мы видим уже ошибку вручит должно было быть значит ответом будет являться вот это слово кровоточащий верно следующее задание практика у нас идет тоже находим неверно выделенную ударную ударную букву думаем я даю вам время подумайте проверьте себя правильно ли вы употребляете слова в речи своей наверное уже определились с каким словом ответом будет являться слово досуг все остальные варианты правильные смотрим следующее задание следующее задание тоже думаем вспоминаем правило себя проверьте здесь 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 тут 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 какой же вариант из них неверно конечно же слово отрочество отрок от слова подросток все остальные правильные так смотрим уже следующее у нас слайд это я не буду проговаривать потому что неправильный вариант мы не проговариваем только правильный поэтому думайте какой же вариант неверный наверное вы уже определились с ответом проверьте правильно ли вы употребляете торты существительное верно обзвонит глагол и у нас на конце должно быть ударение а здесь ошибку допустили создав добралась договор помните вор договор и так ответом тогда будет у нас второй вариант и здесь смотрим уже слова меняется ребята помните чем больше вы практики и практическую часть делаете тренажеров тем лучше конечно же результат думаем неверно выделенная буква какая даю немножко времени определились все наверное ответ ответом будет являться загодя и так мы нашли с вами правильный вариант ответа и еще теперь думайте где же неверно выделенная буква себя проверьте ударение правильно ставим все наверное вы уже догадались или узнали это же конечно же слово мозаичный вот здесь мозаичный должно быть практика продолжается мы чем больше делаем тем лучше думаем где здесь неверно выделенная буква вспоминайте правила которые мы изучали говорили определились определились кровоточащий откупорить кухонный свекла правильно и здесь ногтя должно быть значит ответом будет являться ногтя еще еще практикуемся думаем где здесь неверный ответ все определились это же слово налила аналог правильно банты правильно сверлить глагол грушевый от слова груша и у нас налила так должно быть еще раз неверно выделенную букву находим ищите я пока не буду говорить здесь думайте какой же будет правильный ответ определились здесь правильный ответ некролог ударение на последний лог хорошо таким образом ребята мы с вами подводим итоги нашего занятия орфоэпический словник ЕГЭ это ваш помощник пожалуйста зайдите на сайт випи оттуда скачиваем этот словник и где какие части речи какие слова даны их мы проговариваем каждый раз перед сном читаем это не трудно как раз сейчас у нас есть время буквально до экзаменов осталось сколько два два месяца по-моему и нужно обязательно каждый день читать эти слова отличительные особенности русского ударения мы с вами знаем что они разноместные и подвижные ударения вот в чем трудность русского языка также некоторые правила орфоэпи мы с вами повторили подробно мы изучали на предыдущем уроке как запомнить ударение ударение нужно запомнить советы какие мы дали итак первый совет нужно проговаривать правильный вариант второе повесьте этот словник на стену на стену третий совет вы можете сделать карточки то есть берете листок пишите на листочке с одной стороны без ударения слова на обратной стороне мы с вами пишем уже правильный с ударениями слова и так вы можете себя проверить самопроверка такая также еще один совет это сделайте маленький опрос своих домочадцев попросите ответить братика сестренку маму папу или бабушку дедушку уча вы будете сами учиться на дорогие выпускники ребята я желаю вам успехов на экзамене сдайте все хорошо выполните четвертое задание правильно спасибо спасибо